И несколько слов об ушедшем лете. Большинство людей считает эту пору лучшей в году, а потому с трудом расстаются с теплыми деньгами. В нашей полосе это особенно актуально, а потому неспроста наши предки окрестили последние волны уже осеннего тепла бабьим летом. А что под этим подразумевают метеорологи и когда его ждать в 2023 году, узнаем в сюжете Анастасии Новичковой. Плюс бабьего лета в том, что она дает время на подготовку к настоящей осени. А это важно, ведь впереди нас ждут несколько месяцев холодов и короткого светового дня. Природа и человеческий организм начинают перестраиваться на зимний режим. И для самочувствия человека важно, чтобы холодная погода не наступала резко. Мы решили узнать, какую погоду в сентябре ждут тверичане. Теплую, недождливую. И червовье лето будет. Так прекрасно и хорошо. Как сейчас. Теплую, солнечную, без дождей. Ну, желательно вот такую, чтобы было не очень холодно, не очень жарко. Около 20 градусов. 20-22 где-то так. Только отлично. Солнечную. И хочется очень продлить лето. Ну, сейчас не особо холодно, не особо тепло. Светит солнце. Ну и главное, чтобы дождь нашел. Чтобы ветер не такой сильный был, как вчера. Большинство опрошенных ждут теплую солнечную погоду. Бабье лето – явление непостоянное. Метеорологи, как правило, выделяют три волны бабьего лета. Но случаются периоды, когда не бывает вообще ни одной. Оправдаются ли ожидания тверичан? Предварительный прогноз в сентябрь месяц довольно-таки оптимистичный. По осадкам мы прогнозируем от нормы где-то 90%. То есть, как бы больших сильных глобальных дождей на сентябрь месяц не прогнозируется. А по температуре пока предварительный прогноз идет где-то на 1,5-2 градусов выше средней суточной нормы месяца. И так, похоже, бабьему лету быть. По прогнозам, преимущественно солнечная погода ждет нас в сентябре. Столбики термометров покажут еще аж до плюс 20 градусов тепла в дневные часы. В ночные же в некоторых местах области ожидаются заморозки ни много ни мало до минус 2 градусов Цельсия. Ветер до 10 метров в секунду. Как говорят в народе, только женщина может согреть, когда, казалось бы, уже все потеряно. Так и бабье лето одаряет теплом после первых осенних холодов. И у тверичан есть возможность насладиться сполна золотой осенью и чудесной погодой.